Инна Бойко среди тех, кому в скором времени предстоит защищать свой проект перед экспертным советом. Она хочет научить запорожскую молодежь основам грамотного обращения с деньгами. На идею натолкнула старшая дочь. Мой ребенок в возрасте уже почти 10 лет начинает использовать этот финансовый ресурс. И, естественно, не всегда понимает, зачем и как он нужен. Откуда берутся деньги, каким образом, почему те или иные товары стоят столько денег. И как правильно нужно их тратить. Идея Инны создания в школах, лицеях и колледжах, обучающих финансовых клубов. Молодежь сможет получить все нужные знания и закрепить их в игровой форме. Также в планах Инны проведение финансового фестиваля. Хотим сделать, чтобы он был на постоянной основе и в город Запорожье стал финансовой столицей нашей страны. И чтобы все, приезжая в Запорожье, говорили о том, что здесь живут самые финансово грамотные люди. Проект Инны Бойко – один из 254 поданных для участия в конкурсе «Мы – это город». Прием заявок завершился 30 апреля. Количество рекордное. На сотню больше, чем год назад. Да, динамика налицо. И налицо отличие подхода к социальному проектированию. И то, как люди подходят к осуществлению своих идей. То есть они уже более проработанные. И люди идут осознанно на конкурс уже. В этом году особый упор сделан на молодежные проекты. Организаторы конкурса отмечают, молодежь в Запорожье инициативная способна не только генерировать идеи, но и видеть пути их реализации. Следующий этап конкурса – работа экспертного совета. Ему предстоит выбрать 60 проектов, которые попадут в полуфинал конкурса. А помочь экспертам могут все жители города. Это такая изюминка нашего конкурса в этом году. Мы решили, что каждый житель Запорожья должен иметь возможность почувствовать себя экспертом и отдать свой голос за понравившийся проект. В результате будет такой проект, который будет носить красивое звание, народный проект. Голосование начнется 18 мая. Принять в нем участие, следить за его ходом можно на сайте конкурса «Мы это город» и в социальных сетях. Павел Васильев, Андрей Снесаренко, ТВ5. Продолжение следует...